Пусть летят на тобою года По песням, звучащим из репродуктора, можно изучить географию России. Европейская часть, юг страны, Урал, Сибирь. Это родители, они же болельщики из Томска. Их дети занимаются при местном клубе. В своей подгруппе команда заняла первое место. Мы счастливы! У нас ноль, минус два ночью было. Тут тепло, хорошо, люди гостеприимные, нам нравится. В отборочных играх по всей стране приняли участие около одной тысячи юных футболистов. Почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. В финальную часть вышли более 125 команд. В Анапе мероприятие проходит в четвертый раз. В ближайшие дни командам предстоит провести по семь отборочных игр в своих подгруппах. Матч идет на четверти поля мячом меньшего размера. Два тайма по 20 минут. Часть игр проходит в Новороссийске. В Анапе площадками стали поля, построенные к чемпионату мира по футболу по стандартам FIFA. Футбол – это естественная игра, а не искусственная. И всегда футбол игрался и должен играться на естественных полях. В ворота Анапчан влетает гол с пенальти. Их соперники – команда из города Полевской Свердловской области. Там жил писатель Павел Бажов. У большинства, кто сейчас находится на трибунах, дети сами выбирали футбол. Только так можно добиться результатов. Команда из города-курорта занимается в детской школе Олимпийского резерва. Родители надеются, что за ней закрепят одну из тренировочных баз. После того, как объекты передадут муниципалитету. Отличная. Мы хотим здесь тренироваться. У нас есть надежда, что либо поле это, либо Витязево дадут нашей школе. Нам нужно это поле. До последних минут игра была практически равной. Однако уральцы более эффективно использовали возможности. Игровой счет 4-2. Анапчане не отчаиваются. Еще есть возможность показать себя. Помимо игр в программе фестиваля «Особая дискотека» с Русланом Нигматулиным, которая пройдет в воскресенье на Театральной площади. Встречи с футбольными специалистами для родителей, а также сюрприз для юных участников. Александр Ребека, Никита Бойко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.